События превзошли 18 числа, примерно где-то 8.30 утра. Я ехал со стороны парка Горького на Жуковского на работу. Решил поехать по велодорожке и перейти через пешеходный переход по улице Деревянка возле спорткомплекса. Нождавшись, когда часть машин проедет и найдется водитель, который остановится перед зеброй, я дождался его остановки. Посмотрел по диагонали, там тоже машины начали останавливаться. И начал движение по пешеходному переходу. Велосипед вел себя в руках и получается, что мне не было видно левый ряд и по нему машины не проезжали. И настолько быстро он выскочил, что я не успел ни отскочить, ни назад. И получается, удар мне пришелся в левую сторону, в велосипед. От того, что ударилось все в велосипед, отбросило меня на асфальт. Я вскочил на ноги, убедился, что я хотя бы кровь не идет, целый, говорить могу. Водитель вышел с машины, спросил ли все в порядке. Я говорю, нет, я буду вызывать копов, потому что велосипеда повреждение, я с царапинами, ну как бы нерядовая ситуация. Что неправильно, конечно, сделал, его оттащил на газон, убрав с места происшествия. И после чего водитель попросил не вызывать полицейских, что мы с вами все порешаем, но через несколько часов не на месте. Такой вариант, что уехал и его, ищи с вещей, меня не устроил. Я говорю, я вызываю полицейских, пусть все будет официально, потому что есть ссадины и все. В итоге он дал свой номер телефона, я сфотографировал водительское удостоверение, после чего он уехал, я вызвал полицию, потом приехала скорая, потому что я посмотрел, у меня шлем с трещиной был, то есть возможно что-то более серьезное. Ну дальше была четвертая неотложка, где в отделении политравмы меня осмотрели, сделали рентген черепа в УЗИ большинской полости, и я вернулся назад на место ДТП, где была следственная группа. Был составлен протокол, после этого дело было передано следователю. Уже через несколько дней я побывал на Шевченко, то есть объяснил там все, что произошло, и дальше дело будет через какое-то время передано в суд уже по факту ДТП. Он был готов мне помочь по сравнению с повреждением символической суммой, я сказал, что это не устраивает, повреждения тянут намного больше, после чего он сказал, что я с тобой порешаю через какое-то время, и где-то на полтора дня пропал. После этого он вышел на связь, пообщались, я поехал в веломагазин оценить ущерб, механик сказал, что повреждения тянут практически на новый велосипед, сообщил водителю, он сказал, что на следующий день со мной свяжется и скажет решение. В это время я дома написал ВКонтакте, Фейсбук и на Харьков-форуме с просьбой найти свидетелей, кто-то, мало ли, кто видеорегистратор или просто находился рядом. И в общем, в момент, когда вышел на связь водитель, он сказал, что раз ты вызвал копов, я тебя не просил, ты написал в интернете, раструбил, ждал огласки, то решай это дело сам. Отчасти то, что я был невнимателен, да, оказывается, на пешеходных переходах надо быть еще и еще больше внимательным, но и в то же время неспроста остановились машины в одном ряду на встречке, и это пешеходный переход, тут нужно быть и водителю внимательным. То есть я частично не досмотрел, не убедился, скажем так, в том, что можно спокойно переходить дорогу, а водитель в свое время не принял знаки внимания, что и машины останавливаются, и зебра впереди. Мое требование, чтобы у меня был целый велосипед. Скажем так, слава богу, что я делался там с ссадиными синяками, ну, скажем так, шоком, которые уже раны заживают. Я хочу сказать всем ребятам, чтобы они соблюдали ПДД, носили шлемы, велоформу, поскольку это, не скажем, не какой-то там атрибут, это вещь, которая может вас спасти, и знать, что, как бы, если вы правы, то кто-то может быть неправ, из-за этого вы пострадаете. То есть просто будьте всем внимательнее и взаимоуважение на дороге. Субтитры сделал DimaTorzok